Ростов сегодня это досрочный ЕГЭ по русскому языку. В Ростове его сдали 19 человек. Это интерактивный прием губернатора, где одним из обращений был капремонт систем водоснабжения и канализации в доме на 1-й Краснодарской. А также определение различных миссис на конкурсе красоты женщин золотого возраста 65+. Ростов сегодня это поход на старый базар за ягодой, в названии которой отчетливо прослеживается голубой цвет. А еще это соревнование по фигурному катанию, посвященное Сочинской олимпиаде 2014, знакомство с женщиной-дирижером, занявшей второе место на международном конкурсе. И переход дневных температур за плюс 15 за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущий Дмитрий Сумской Мария Филинкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это глупость, полная абсолютно. Так ответил сегодня министр обороны Сергей Шойгу журналистам на вопрос о том, может ли потребоваться дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны у Белгородской области. Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал 22 марта. Сегодня экзамен по русскому языку. Сдать его раньше в этом году захотели 19 ростовских выпускников. Для них в городе работали два пункта. На одном в пятой школе побывала наша съемочная группа и, пообщавшись со школьниками, узнала, почему они уже на экзамене. Первая рамка металлодетектора встречает сдающих ЕГЭ на входе в пятую ростовскую школу. Вторая будет непосредственно перед аудиторией. Экзамен по русскому языку сегодня досрочно сдают 19 выпускников. Как прошлых лет, если у них есть уважительная причина для пересдачи, так и этого года, если, например, нужно уехать. Как Элини Сурниной из 53-й школы, поддержать которую пришла классный руководитель. Она поступать, уезжает и учиться в Австрию. Поэтому она сдает досрочно. Учится на 4,5. Очень хорошая девочка. Я здесь не местная. Я приехала 6 лет только живу. Из Алтайского края переехала сюда. Поэтому своих детей я с таким девизом, что нужно в голове иметь отметка – это то, что у тебя в голове какие знания. Еще один досрочник – Архип Совык из 50-го лицея при ДГТУ. В своих силах он не сомневается. Говорит, раз готовился, значит, обязательно сдаст. Зачем тянуть? Зачем ждать аж до мая, до июня, если можно сдать здесь сейчас? И тем более это даст мне больше времени для выбора желаемых направлений и желаемого вуза. А поступать Архип планирует в Московскую высшую школу экономики. Для этого выпускнику помимо русского предстоит сдать историю, английский и базовую математику. Количество выпускников, отмечу, которые участвуют в досрочном периоде в текущем году, значительно сократилось в связи с изменениями, которые внесены в порядок государственной итоговой аттестации. Для организации единого государственного экзамена на территории Ростовской области работают два пункта проведения экзамена. В этих пунктах есть все необходимое не только для печати экзаменационных материалов, но теперь и для их сканирования. С этого года сканирование экзаменационных материалов производится непосредственно в аудитории по окончании экзамена. Что касается технологии печати экзаменационных материалов, она уже действует в течение нескольких лет. То есть экзаменационные материалы печатаются в присутствии участников экзаменов в 10 часов по местному времени. На ЕГЭ по русскому языку, как обычно, дается 3,5 часа. Что касается изменений, несколько ужесточились критерии оценки. Есть новшества для прошлогодников. Безуважительные причины на пересдачу досрочно им придется сдавать ЕГЭ в резервные даты основного периода – с 20 июня по 1 июля. Ну а пока желаем удачи сегодняшним досрочникам. У досрочного ЕГЭ по русскому есть и свой резервный день – 15 апреля. Предназначен он для тех, кто не смог попасть на экзамен по уважительным причинам – заболел или травмировался перед ЕГЭ или в его день. Алина Николаева, Юрий Лешко, 1-й Ростовский. Капитальный ремонт системы холодной воды и канализации в ростовской многоэтажке, обновление детского сада в Донецке, газоснабжение села Чистяково. Все это обращение граждан к губернатору на интерактивном приеме. Все просьбы будут выполнены. Давайте посмотрим, в какие сроки. До 1 ноября в многоэтажке номер 63 на 1-й Краснодарской поменяют системы холодного водоснабжения и канализации. Капремонт несколько раз переносили и точные сроки определили только после обращения к губернатору. Советую, значит, вариант переноса сроков работ или замены видов работ, это вот о политике. Таким образом, в 22-м году мы чуть не потеряли возможность, там ремонт, значит, вот срок холодных и водоснабжения, водоотведения. Дом построен еще в 1960-м и инженерной системы нужно поменять оперативно. Я знаю, что уже деньги выделены, я знаю, что уже контрактовские будут закончены, и в этом году все ремонт работы будут произведены. Электронный аукцион для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ размещен 21 марта. Исполнителя выберут 5 апреля. Значит, срок мы обозначаем полного исполнения 1 ноября 2024 года. Когда начнете? В мае должны заключить и для работы, проектировать и... Понятно. По состоянию на 1 июня прошу проинформировать приемную, ну, которая занимается, отдел, который занимается письмами и обращением граждан, о том, что работы начаты. По просьбе жительницы Донецка впервые капитально отремонтируют детсад номер 6 «Аленушка». Старые окна, двери деформированы, это деревянные, которые решили негодность, но уже практически начинают гнить. К лету следующего года в садике заменят крышу, окна, двери, инженерные сети, предусмотренный монтаж систем безопасности и благоустройство территории. Срок определен 1 июля, 30 июня 2025 года завершения. Я прошу министерства, администрацию города отработать правильно все, что связано с логистикой, локацией детишек, которые временно туда не будут ходить. Ну и вопрос должен быть на личном контроле у руководителей в министерстве и в администрации. Прошу это обеспечить. А в село Чистяково Советского района к осени следующего года придет газ. Стопим с дровами и углем, на приобретение которых уходит большая часть нашего дохода. Многим пенсионерам уголь просто не по карману. Подводящий газопровод, построен в 2023-м, в мае конкурсом определят подрядчика для дальнейших работ. Летом он должен начать прокладку разводящих сетей, доложил губернатору глава Минпрома. В Морозовске по просьбе горожан отремонтируют гидротехническое сооружение на реке Быстрый в центре города. Ну а отопительную систему центральной районной больницы Орловского района реконструируют к августу. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. График строительства школы в Батайском авиагородке сорвал подъем грунтовых вод. Срок сдачи объекта сдвинулся с декабря на лето, но и тут есть отставание. Как движутся работы сегодня проверил первый замгубернатора. А еще побывал на месте, отведенном для другой новой школы, где есть свои вопросы с другими строениями на участке. Новую школу на 1340 мест в авиагородке Батайска должны были сдать еще в декабре, но из-за природных условий ее строительство затянулось. По словам подрядчика, работы нельзя было вести из-за того, что поднялись грунтовые воды. Вода, которая нам мешала продуктивно и четко завершить строительство срок, вроде бы нашли мы метод борьбы с ней. Обводные колодцы, делаем новую линию водоотведения. Стараемся, чтобы все это дело выполнено. Как выполняется это дело и все остальные работы сегодня проверяет первый замгубернатора. Нигде по вентиляции, по слаботочке, по каким-то конструктивам никаких проблем уже на сегодняшний день нет? Не будете вы заходить в экспертизу, корректировать? Нет. Вот по этим всем системам внутренним уже все мы отрегулировали, дошли до конца, до упора, все. Подрядчик уверяет, отставание по срокам еще в феврале было два с половиной месяца, а сейчас сократилось до трех недель. Дорожную карту по дренажной системе сделают в течение недели и можно будет сказать, какой месяц ввода. Будет ли это июль, как они обещали, то ли это будет август. Нам хотелось бы эту школу получить до первого сентября. Деньги на оборудование школы заложены и за два-три месяца город все готов купить и установить. Работают на объекте ежедневно больше 150 человек. Внутри уже провели системы отопления и вентиляции. Сейчас ведутся отделочные работы, закупается оборудование. Часть фасада покрыли плиткой ярких оттенков и школа буквально засияла оранжевым. Совсем скоро начнется благоустройство территорий. А здесь, на границе Южного микрорайона, Наливной и Садоводческих товариществ, собираются строить еще одну школу. Сегодня отдаленные участки, которые находятся от основных ближайших школ, составляют приличное расстояние. У нас здесь порядка 700 детей, которые добираются в ближайшие общеобразовательные школы. И поэтому сегодня, как никогда, стоит острый вопрос о строительстве хотя бы начальной школы на 400 мест. Поручения все даны. В течение двух недель город, Министерство образования, Министерство строительства Ростовской области определятся, будет ли это капитальное строительство, то ли это будет модульное здание и на какое количество учащихся. Построить здесь школу давно просят местные жители. Южный микрорайон, Наливная и Садовые товарищества активно заселяются. Дарья Лисицкая, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Об основных направлениях деятельности на потребительском рынке говорили сегодня на первом в этом году заседании региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности. Также обсудили маркировку товаров, повышение качества статистики по розничной торговле и необходимость увеличения числа участников системы добровольной сертификации сделана на Дону. Сейчас в ней 86 предприятий, продукции и услуги которых отвечают самым строгим стандартам качества. Заседание провел первый замгубернатора. Буквально недавно, ну как в январе это недавно, состоялся отчет Департамента потребительского рынка об итогах прошлого года и мы обсуждали уже ряд вопросов, но точно есть вопросы, которые в повестке дня появляются. Один из таких вопросов, который сегодня мы добавили в повестку, это вопросы антитеррористической безопасности на объектах торговли. Это по поручению губернатора происходит и в связи с вот этим трагическим случаем, произошедшим в Крокус-Сити. Торговая деятельность, по словам первого заместителя губернатора, в нашем регионе разноплановая. Работают около 50 тысяч объектов торговли. Продолжают развиваться общепиты и торговля через интернет. Тема инвестиций тоже на особом контроле. На сопровождении Департамента потребительского рынка 19 инвестпроектов на общую сумму больше 30 миллиардов рублей. По видеосвязи к заседанию региональной комиссии подключились администрации городов и районов. Это нужно для координации работы. Больше семи сотен человек в 80 номинациях профессиях стартуют на региональном этапе чемпионата профессионалы. И если хорошо себя покажут экспертам и работодателям, имеют шанс хорошо трудоустроиться. Цель этого конкурса – улучшить подготовку кадров для самых разных направлений экономики. Сейчас, например, особенно востребованы педагоги и металлурги, строители и машиностроители. Екатерина Зимовейская в прошлом году окончила Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления и выиграла чемпионат профессионалы. А сейчас будет оценивать новых участников уже с пониманием того, какие возможности для развития дают эти состязания. Это выдержка характера, духа. Ну и огромным плюсом служит в дальнейшем при трудоустройстве на работу. То есть, когда работодатель узнает, что ты участвовал в таком крупном чемпионате, то это тебе плюсом идет большим. Успеть за три дня или 22 рабочих часа. Соревнования тут пройдут по самым разным направлениям. От робототехники и медицины до строительных и ремесленных специальностей. Мне кажется, они всегда будут востребованы без обычных электриков и стальеров. Ничего не бывает. В какой-то момент просто произойдет совмещение труда. То есть, инженеры будут востребованы, чем программисты. Человека не заменить, получается. Он как бы без робота, без человека тоже работать не будет. Управляет всем этим человеком. В числе участников в этом году студенты из ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Чемпионат пройдет на 23 производственных площадках в Ростове, Новочеркасске, Шахтах, Новошахтинске и Волгодонске. Борьба обещает быть жаркой, ведь кроме экспертов за юными талантами наблюдают работодатели. Они на стадии чемпионата уже пытаются заполучить как на производственную практику, на стажировку, а самое главное, все с ними заключают договор намерений о трудоустройстве. А это основная задача. Впервые у нас такой чемпионат по профмастерству провели в 2016-м. Его главная цель – повысить престиж рабочих профессий, чтобы эффективнее готовить кадры. Этот конкурс важнейший. Мы начинали 9 лет назад, у нас всего 4 компетенции, было на сегодняшний день их более 80, и участников мы начинали 9 лет назад, их было 36, сейчас более 700. То есть конкурс до таких масштабов разросся, он очень мощный, потому что он нужен и он востребован. Старт чемпионату Дана итоги подведут 30 марта. Победители представят Ростовскую область на межрегиональном этапе, а всероссийский финал пройдет в Санкт-Петербурге. Анна Туполева, Виталий Ступаков, 1-й ростовский. Миссис «Золотой возраст» выбрали в Таганроге на областном конкурсе, а еще миссис «Шарм», миссис «Элегантность», «Креативность» и так далее. За всеми этими номинациями пенсионеркам нужно было пройти большой и интересный путь в несколько этапов. Макияж почти готов, волосы уложены, а значит, из гримерки прямой путь на сцену. Дефилировать на конкурсе «Красота золотого возраста» «Добробабушка-2024» готовятся участницы, пусть говорить об этом и не принято, 65 лет и старше. Нина Бударина приехала в Таганрог из Дубовского района со своим материалом. Постараюсь свою зарисовку прочитать, которую написала, используя стихи Юрия Сухарева из его книги о казаках. Поэтому я буду сегодня еще в казачьем костюме. У меня много переодеваний. К «Звездному часу» готовилась тщательно, ведь она одна из 15 финалисток. Вообще претенденток было 30. Они живут в домах престарелых или получают услуги центров соцобслуживания. Началось все онлайн, с видеовизиток. Приветствую, друзья! Я вас в этом зале. О волонтерстве и помощи бойцам спецоперации теперь говорят в очном формате. А еще показывают творческие номера со стихами и пьесами и раскрывают укутанные блинами секреты своих кулинарных шедевров. Конкурс этот проводится символично в объявленный губернатором Год добрых дел. «Сложно сказать, какой номер был самым лучшим, потому что настолько красивые все женщины, насколько они талантливые. И вот для себя я определила, что взрослеть – это совершенно не страшно. И после 65 жизнь продолжается, и она может быть интересной, увлекательной». Добробабужек назвали лучшими в десятке номинаций с приставками «Миссис». Шарм, элегантность, креативность и баяние – список большой. Ну а главная награда – корона «Миссис золотой возраст» досталась Фиале Волобуевой из ростовского дома-интерната номер два. «И дай Бог здоровья всем нашим сотрудникам, которые как бы поняли мое желание. Я не думала, что я в такие годы смогу что-то еще сделать. И они меня почувствовали. И вот так помогли участвовать и выезжать на конкурс. Я лучше этих дней жизни не испытала. Это для меня пьедестал моей жизни в 84 года». Дмитрий Сумской, Первый Ростовский. Название этой ягоды произошло от вполне конкретного цвета, хотя цветов в ней намешано несколько. Наш старобазарный корреспондент Лидия Романченко присмотрелась к ним всем, а главное – к невероятным размерам голубики. Просто не смогла пройти мимо этой весной. Голубика впечатляет своими габаритами. Ну и ценой под стать. Зеленый, фиолетовый и синий-голубой – все эти цвета прячутся под одним названием – голубика. Можно сказать, это ягода-хамелеон. Под голубоватым налетом скрывается черная кожура. Под ней зеленая мякоть, раздавив которую, получим фиолетовое ягодное пюре. Популярный, кстати, краситель для ткани. Всеми красками играет и вкус, взрываясь во рту, как маленькая водяная бомбочка, оставляя тонкое кисло-сладкое послевкусие. Для любителей больших порций – отличная новость из Марокко и Перу. Приехала голубика, поражающая своими габаритами. Они уже догнали вишню, и хотя до мирового рекорда в 3,5 см это немного не дотягивает, остаться незамеченной на ягодных прилавках такой голубике не грозит. Цена этих ягод соразмерна в величине, но очень большие, но по 2,800. Или маленькие, но по 2,000 ровно. За кило, естественно. Если смотреть на среднюю цену, с наступлением весны она немного опустилась с февральских 2-3,5 тысяч до декабрьского диапазона. Если брать лукошками, делите эти цифры на два. Да и зачем сразу много, когда безопасная доза голубики для взрослого человека всего 150 граммов в сутки. Детям и вообще не стоит давать больше 80 граммов в день и только после того, как 3 года исполнилось. Зато школьникам и студентам голубика полезна как улучшитель памяти и настроения. Регулярное ее употребление поможет запомнить что угодно. А приятным бонусом будет поддержание здоровья глаз и кожи. Это лучший природный антиоксидант. В каждой ягодке запас витаминов С, Е, А и К. А еще железо, цинк, магний, калий, фосфор. Иммунитет оценит. Выбирать голубику стоит по цвету. Белесый налет очень непрочный. Именно поэтому ягодку собирают в одно касание. Чем ровнее цвет, тем бережнее обращались с голубикой. Дальше смотрим на целостность ягодки. Никаких подтеков и давленных мест. Идеально голубика хранится в холодильнике неделю. Если планируете додержать ее до летних экзаменов, лучше заморозить целиком или в пюре. Ну или засушить, кстати. Именно сушеную голубику используют при изготовлении косметических кремов, лосьонов и сывороток. Хотя я предпочитаю эту ягоду в тарелке, а не в тюбике. На этом все. До встречи. Спасибо, Лида. Мы переходим к новостям спорта. Открытый областной турнир по фигурному катанию собрал в шахтах 180 спортсменов из Ростова и Новочеркасска, Оксая и Новошахтинск. Выходим за пределы региона и видим в списке участников Воронеж, Краснодар, ДНР, ЛНР. Эти соревнования посвятили зимним олимпийским и паралимпийским играм 2014 года в Сочи. Пусть у этого прыжка пока не хватает оборотов, как у Щербаковой и Загитовой, он чистый, вполне достоин похвалы. А в будущем эта спортсменка наверняка усложнит программу и пойдет далеко. Имя обязывает. На льду Камила Валиева. Да-да, самая настоящая только из шахт. После проката она нам расскажет, чтобы чисто откатать всю программу, нужно избавиться от стресса и лишнего волнения. И помогают ей талисманчики. Этот раз не исключение. 13-летняя Камила выиграла соревнования второразрядниц. Это енот мне подарил папа. Мы были на соревнованиях и после проката мне подарили енота. И он встал мне как талисман. Этот я сама себе купила. А вот этого мне подарили. Тоже после проката. И они все встали как талисманы для удачи. Удача у каждого своя. Кто-то вооружается плюшевыми игрушками. 11-летний призер этого турнира Даниил Материан выходит на лед под музыку из любимого приключенческого фильма «Гладиатор». За месяц они с тренером поставили программу, подобрав тематический костюм. У этого фигуриста настрой решительный и четкий. Через пять лет стать мастером спорта. И косяки свои детские готов исправлять взрослой решительностью. У этих открытых областных соревнований в шахтах три турнира по уровню мастерства. Юношеские разряды, взрослые разряды – это как раз наш случай. И кандидаты, и мастера спорта. На льду 180 спортсменов из Ростова, Шахтного, Черкасска, Новошахтинска, Краснодара, Воронежа и Республик Донбасса. Оценить, да, оценить очень тяжело. Но мы, наверное, настолько профессионалы, что мы оцениваем их профессионализм. И приятно, что дети каждый раз растут. И что родители, которые приводят их, они отдают столько своей силы и энергии. И я благодарна им, что они участвуют в жизни своих детей. Посвятили эти соревнования прогремевшим 10 лет назад в Сочи Олимпийским и Паралимпийским играм. Роксана Бадзазян, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. В финал международного конкурса женщин-дирижеров в Париже вышли представительницы Германии, Израиля и России. От нашей страны была дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Любовь Носова и заняла в итоге второе место. Парижская филармония объявила о проведении третьего конкурса женщин-дирижеров еще в декабре 2022-го. Затем было подано 197 заявок. И вот только в марте 2024-го стали известны три финалистки из России, Израиля и Германии. На репетицию с оркестром в день финала у каждой только час. Исполнить нужно было одно произведение на свой выбор и три обязательных. И здесь среди классиков Дебюси, Вебера и Брамса «Новое имя». Произведение современного композитора. Поскольку я была первой, можно сказать, что стоял мировая премьера в моем исполнении. Это композитор Манон Ле Пов, французская. И произведение назвалось «Филь», то есть «Нить». Любовь Носова – выпускница Санкт-Петербургской консерватории, как пианистка, затем как органистка. Несколько лет училась в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, в том числе дирижированию. Репетицию с оркестром вела на французском, что стало для всех приятным сюрпризом, но не сыграло никакой роли для жюри, как и политическая ситуация. Что касается политики, так приятно было, что с самого первого дня члены жюри выступили перед нами и сказали, что для нас мы не будем ни в коем случае учитывать геополитические какие-то моменты. Конечно, я очень рада, что для них действительно профессиональные качества людей были очень важны. Заняв второе место, Любовь Носова получила предложение по работе, но, как говорит, это не значит, что она готова все их сразу принять. Уже пригласили и в Париж, и в Ниццу, и какие-то театры, например, в Торино, они еще тоже думают, рассматривают. Кому-то я вынуждена отказать, потому что у меня уже есть, например, ангажементы в Ростове. Например, вот сейчас меня приглашали в мае ассистировать Натали Штуцман, опера «Летучий голландец», но я сказала, что, извините, я уже занята, у меня уже есть три концерта в России. Сегодня был самый холодный день недели, и дальше воздух будет только прогреваться. Обычной температурой воздуха станет плюс 15, а к воскресенью ждем летние градусы. Но наш метеакор Дарья Лисицкая так далеко пока не загадывает и подкрепляет ожидания хорошей весенней погоды пирожками. Угостить всех членов своей семьи, а также друзей, чтобы привлечь в дом благополучие, а также хорошую погоду. Сегодня на улице плюс 11, и синоптики обещают, что температура со следующих суток будет только расти. А вот на сколько, узнаем через полминуты. Субтитры делал DimaTorzok Среда планируется заметно теплее вторника. Сегодня ночью под яркой луной плюс 3, а днем под малооблачным небом 15 градусов. Только вот ветер запада разгонится до 4 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх, хотя и останется ниже нормы. Так сильно оно до того упало. На барометрах 754 миллиметра ртутного столба. И ночью возможен не сильный дождь. На этом у меня все. Таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. В студии были Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. Всего вам доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин